Добрый день всем тем, кто смотрит наш телеканал в эфире «Универсальный формат». Меня зовут Юлия Север. Что ж, тема нашего сегодняшнего эфира звучит так. Ура, каникулы! Поговорим сегодня о детском отдыхе. Чем же занять своих замечательных чат, чтобы это летнее время было для них ярким, интересным, позитивным и, конечно же, полезным. В ближайшие 40 минут именно об этом будет наша беседа. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире «202.11.22». Телефон ждет ваших звонков. Можете задавать свои вопросы нашим сегодняшним гостям. Ну и, конечно же, побороться за наши призы, которые скоро-скоро разыграем. Смотрите нас до конца, и вы узнаете все о летнем интересном отдыхе. Что ж, ну, пришло время представить наших гостей. Это те люди, которые нам расскажут, собственно говоря, чем занять детей на летний период, ну и вообще не на летний, потому что действительно хочется, чтобы детки были образованы, детки были интересны, чтобы им интересно жилось, потому что в этом мире так много всего интересного, что можно познавать. Итак, знакомьтесь, приветствуйте. Вячеслав Сергеевич Звягинцев, директор «Олимп». Такой центр у нас замечательный есть. Здравствуйте. Добрый день. Городского округа Самары. Это почетная грамота третьей степени главы городского округа Самары. Это нагрудные знаки. Это, опять же, прочие грамоты и так далее. Правильно я понимаю? Да, но это заслуга не только моя личная, но и всего коллектива и тех людей, которые вместе со мной работают. Геннадий Анатольевич у нас тоже не просто пришел к нам, заглянул на эфир. Мало того, что он мастер спорта СССР под дзюдо и самбо, что очень уже достойно, что очень нуждается в уважении и почете. Мало того, он у нас заслуженный тренер России, он отличный в физической культуре и спорта. Старший тренер под дзюдо Самарской области, но еще и воспитал очень много мастеров спорта и чемпионов Европы. Я так правильно понимаю? Меры. Всех помните так примерно? Практически да. Практически да. Все-таки к работе относитесь своим не просто как к работе, а как уже это жизнь ваша. Это жизнь. Уже 30 лет с той же работы. И каждый воспитанник, наверное, дорог все равно. Да, я думаю. И каждого помнишь. Хорошо. Олимп. Рассказывайте, пожалуйста, о истории учреждения. Чем радуете, чем занимаетесь? Ну, вообще такая немножечко биографическая, историческая справка. Ну, спортивный центр Олимп вообще работает сейчас на месте бывшего пионерского лагеря «Ласточка», который был образован в 50-х годах прошлого века, скажем так, да, то есть 1950-х годов. В 90-е годы лагерь передали городу, то есть в администрацию городского округа Самара. И с этого момента, с 95-го года, это стал спортивный центр городской. То есть в этом году, уже вот в новой, скажем, истории центра, это 20-летний юбилей. 95-й. 95-й, 2015-й год, да. 20 лет уже спортивный центр работает вот как для детей, как городской спортивный центр. Сегодня он носит название Олимп. Вот. И, соответственно, это место, где дети у нас обучаются, где дети у нас занимаются, где дети проходят учебно-тренировочные сборы. Вот. В данный период идет летняя оздоровительная кампания. И 272 ребенка у нас сейчас находится в лагере. Вот. Я думаю, об этом еще поподробнее поговорим. Чем же увлекаете своих воспитанников именно в летний период времени. Хорошо. То есть оправдываете свое название Олимп? Мы стараемся его оправдывать, но это, как сказать, не то место, где нужно вот просто вот дойти, достичь его, да, и все, закончилось. Нет. То есть это такое хорошее место, где комфортно. Комфортно детям, комфортно преподавателям. Родители тоже должны понимать, что их ребенок находится в безопасности, что их ребенок занят тренировками, различными мероприятиями, что есть вообще, ну, понимание того, что это и отдых, и занятия, и учебно-тренировочные сборы для ребят-спортсменов непосредственно. Мне хочется отметить, что, наверное, как директор, прозвучала фраза, то, что комфортно не только воспитанникам, но и преподавателям. Это действительно, наверное, как директора вас отмечает с положительной точки зрения. Спасибо большое. Да? Да. То, что комфорт преподавателям тоже создаете. Нет, база хорошая. Как бы и место для жилья, и для тренировок, и, в принципе, бытовые условия, и тоже, как бы, питание. В принципе, все хорошо. Хорошо. По направлениям деятельности, какие все-таки программы реализуете? Что есть в вашем спортивном центре? Ну, мы реализуем несколько городских программ. Это первая, основная программа развития физической культуры и спорта в городском округе Самара. Это программа по реабилитации инвалидов. Вот. Это программа, ну, скажем, спортивной направленности, все, которые есть в городе. Здесь несколько направлений. Первое – это дети, которые занимаются у нас в течение года, то есть с 1 сентября по 31 мая в секциях. Это проведение городских мероприятий сейчас. Это работа тренеров по месту жительства во всех районах города тоже мы ее организовываем. Это работа с детьми-инвалидами. Вот у нас в четвертую смену заезжают дети-инвалиды, и уже на протяжении многих лет мы это проводим. И это работа со взрослыми инвалидами. То есть это проведение городской спартакиады среди взрослых инвалидов по различным видам спорта. Вот. Это вот та часть. То есть такая действительно обширная деятельность, не просто, не узконаправленная. Летняя оздоровительная кампания занимает определенный момент. То есть с 1 июня по 31 августа мы занимаемся тем, что проводим учебно-тренировочные сборы для спортсменов города. Это детско-юношеские спортивные школы, это различные спортивные организации. Дети с тренерами заезжают, проводят досуг, проводят тренировки, либо готовятся к каким-то соревнованиям, либо после соревнований, наоборот, процесс такой, ну, реабилитации, да, проходит. Расслабление. Расслабление, да. Больше подготовители такой этап к новому сезону спортивному получается. Больше-то так. В общем, жизнь не останавливается никогда, кипит. Конечно. Не только, нету такого, что летом, а, отдыхает. Ну, спортсменов всегда независимо, он маленький или большой, это круглогодичный цикл. Какие все-таки виды спорта есть? Ну, в течение учебного года это дзюдо, это тэквондо, это рукопашный бой, это вольная борьба, плюс мы проводим различные городские соревнования и областные этапы соревнований, например, по сумму. Тот же самый рукопашный бой, по вольной борьбе, вот. А в летний период, ну, это различные виды спорта приезжают к нам на учебно-тренировочные сборы. Все наши спортивные школы, это и теннис большой, и теннис настольный, это и дзюдо, вот, 14-я школа, это футбол, 11-я школа, греко-римская борьба, тоже 11-я спортивная школа. Вот, аэробика у нас, художественная гимнастика, ну, и другие-другие, то есть различные виды спорта, которые, вот, есть в городе. В общем, выиграть можно, действительно, если, допустим, вдруг родители, ну, так или иначе, ребенок пока еще под сомнением, он не может, да, что-то, может быть, выбрать, вот. Ну, родители хотят отдать, понимая, что, хотят, чтобы ребенок был спортсменом, можно как-то прийти, подумать, посмотреть, опять же, спросить мнение ребенка, понять, подходит ли он по каким-нибудь физическим данным, потому что, я так понимаю, что спорт все-таки, так или иначе, имеет какие-то, да, основания, чтобы принять или не принять. Это расскажется тоже потом, может, вдруг я ошибаюсь. Вот. В общем, выбрать можно, есть перечень. Есть перечень, да, но летом к нам дети заезжают по направлениям от спортивных организаций. От которых они уже, собственно говоря, уже... Ребенок, да, ребенок, занимаясь там в спортивной секции год, может быть, там два, заезжает, имеет возможность заехать к нам летом со своим тренером. И более того, очень интересная ситуация складывает, когда не просто группа возрастная определенная, а, например, тренер с нескольких групп ребят собирает, делает сборную, и вот здесь у них уже командный дух. То есть они все занимаются своим видом спорта, но едут маленькие, там, 6-7-8 лет, и тут же ребята взрослые, там, 14-15 лет, да. И у них вот здесь взаимосвязь такая начинается. То есть они должны и подружиться, они должны сработаться, вместе ходят на тренировки, на мероприятия, и вместе, ну, живут, собственно говоря, вот две недели, они вместе живут. Слушайте, это здорово. И тренер, вот Геннадий Анатольевич, наверное, расскажет, тренер тоже видит, ребят, не просто в обстановке, скажем, тренировок, да, когда ребенок приходит полтора-два часа. А понимаешь, за человек, опять же, да? Да, да. Здесь он его наблюдает на протяжении вот двух недель круглосуточно, да, и он видит, какие качества у него проявляются в большей степени, в меньшей степени, ну, это, наверное, вот Геннадий Анатольевич лучше расскажет. Да, рассказывает. То есть вы понимаете, как с отлично работать. Я, допустим, непосредственно тренирую не в лагерной системе, они ходят, ну, три-четыре раза в неделю, я их вижу всего лишь по полтора часа, поэтому, ну, оттренировался, ушел, и многие черты характера не проявляются во время тренировки. А здесь все-таки я его вижу 24 часа и в любых бытовых условиях. Вот, ну, практически полностью, знаешь, ребенка, что он может, что не может. Какой подход нужно применить. Да, 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 да. Какой подход, и вообще проявляется и психология ребенка, и характер, и так далее, и так далее. И как он поведет себя в той или иной ситуации, это очень важно. Да, потому что, допустим, даже в первую смену заехали, вот, некоторых, вот, я не ожидал, что они себя проявят так, оказалось, наоборот, что мальчики крепкие, ну, как бы, характером сильные. Некоторые, наоборот, как бы, слезы с первых дней пошли, ну, мамки, папки, там, ну, естественно, это все переломилось потом, мальчики, и вдруг, и, как бы вам сказать, лагерь дает то, что характер воспитывается ребенку. С силу воли, что действительно именно там как-то тренируешься. Потому что человек попадает в определенные бытовые условия, в которых приходится ему самому это делать. Ну, тот же, допустим, постелить кровать, допустим, там, где-то убраться, за собой умраться, тоже сумку собрать, и так далее, в душ сходить, и так дальше. То есть такая настоящая, реальная жизнь. Да, да, нет, родителей нет рядом. Родителей же нет рядом, практически ему приходится самому все делать. Кстати, ну, про первую смену заговорили, уже прошла, как, кстати, прошла, какие впечатления, эмоции у вас, ну, и у ребят, которые, собственно говоря, провели с вами вот часть лета? Ну, у вас какие эмоции? Как прошла? Хорошо? Ну, мы ответственно подходим, поэтому, конечно, для нас это прежде всего напряженное время, да, и создание условий определенных. То есть что у нас? У нас питание, прежде всего. У нас условия проживания тоже мы готовим для того, чтобы они были правильные, хорошие, приемлемые, да, мероприятия, которые мы готовим. Вот, например, у нас был День России, очень интересное мероприятие, мы готовили, это полевую кухню привозили с союзом десантников вместе, то есть проводили линейку, вот, пели гимн всем лагерям. Вот, то есть такое вот действительно не показное, а хорошее такое мероприятие, душевное, и ребята увидели реально, например, как работает полевая кухня, да, и попробовали кашу с полевой кухней, да. Увидели реальных защитников отечества, это десантники ребята были, они приехали, причем с парашютом, с оружием, все это они потрогали вот руками своими. И, конечно, уже у них другое восприятие получается в действительности, вот. Ну и плюс различные мероприятия на, это спартакиада, которая постоянно проходит у нас по многим видам спорта, начиная от дартса, шашки, шахматы, да. То есть если ребята дзюдоисты или самбисты, и могут выиграть в шахматы или в шашки, и у нас такое встречается очень часто. Слушайте, это интересно, в общем, вы как-то действительно там проникаете и другим видам спорта можно увидеть. Ну да, там это же не кроме, допустим, мы дзюдоисты, мы же не только дзюдо занимаемся, а все равно какие-то дружеские турниры, они проводятся. И футболы, там вот как говорят, дартсы, шахматы, шашки и так далее, и так далее. Я предлагаю все увидеть воочию, у нас есть несколько фотографий, такая некая подборка тех мероприятий. Ну вообще, как проходит жизнь, как кипит жизнь в вашем центре? Предлагаю посмотреть и как-то можете их комментировать. Что это, где это, когда было сделано? Ну так, под разговор. Сейчас мы как раз посмотрим. Вот мы видим, я так понимаю, что это каратэ, если я не ошибаюсь. Да, это каратэ, да, это спортивный центр «Ладья», наш городской спортивный центр. Ребята уже, многие ребята заезжают на протяжении, ну, десяти лет. Допустим, если десять лет назад он приезжал шести-семилетним, да, то мы его вот сегодня уже можем видеть, там, когда он пятнадцать, там, шестнадцать лет. То есть он, можно сказать, летом он растет у нас на глазах и мастерство. Это какая-то спартакиада, я так понимаю. Городской праздник, да, проходил, и в рамках спартакиады проводим мы городские праздники, когда приезжают аттракционы. Здесь вы видите соревнования по волейболу. Это на территории, скажите, пожалуйста? На территории, да. Это спортивный объект у нас на территории. То есть это футбольное поле, тоже ребята играют. Вот это футбольное поле, построенное у нас городом два года назад, сейчас оно очень интенсивно используется. Тоже спартакиада детских дворовых команд, вот, которые мы проводим ежегодно вместе с администрацией городского округа Самара. Как раз, да, мы видим, подтверждается там. Вот Виктор Владиславович здесь. Слушайте, ну я хочу сказать, такие площадки, знаете, серьезные площадки, я имею в виду, спортивные. Не просто два на два. Нет, ну я вот как тренер говорю, очень современные площадки. Вот в этом году баскетбольную, да, сделали? Да, в этом году мы сделали новую универсальную площадку. То есть это была, ну скажем, асфальтная площадка в центре лагеря. Вот, в результате реконструкции, в прошлом и в этом году, это стала универсальная площадка. Теперь на ней можно заниматься четырьмя видами спорта. Прям-то многофункциональная такая площадка. Ну это кубок Владислава Третьяка. Да, вот мы тоже участвуем и проводим, организовываем департамент физической культуры и спорта. Мы, как муниципальное автономное учреждение, проводим уже на протяжении нескольких лет кубок Владислава Третьяка. Вот как раз универсальная площадка, открытие первой смены, наш руководитель Ольховский Виктор Вениаминович. Вот другое, видите, резиновое специальное покрытие здесь. И площадка стала для четырех видов спорта. Для баскетбола, для большого тенниса, для бадминтона, для волейбола. То есть, ну, другой уровень. Слушайте, так внушительные площадки. Другой уровень. Ребята вот гимнастки выступают на открытии смены. Вот. Современные спортивные снаряды, вот это конкретно баскетбольный щит, то есть, который уже соответствует необходимым стандартам. И ребята становятся уже более, относятся вот баскетболисты. Тринадцатая спортивная школа наша городская. Это мероприятие на набережной мы проводили, королевы спорта по легкой атлетике. Все-таки приятно смотреть на... Здесь тоже наш спортивный зал. Вот идут соревнования по настольному теннису. Дворовые команды. Фестиваль дворовых команд мы проводим тоже ежегодно. Вот. На нашей площадке. Все в таком футболках, все оранжевые. Как, говорю, приятно смотреть все-таки на ребят в форме, которые уже увлекаются спортом, которые действительно есть интерес к этой жизни. Помимо, я имею в виду, учебы, там, семьи и так далее. Какой-то интерес, какое-то увлечение. Это всегда... Я лично сама в детстве занималась спортом, поэтому, не знаю, мне кажется, это прекрасно, когда ребята так увлекаются, увлечены чем-то живут. Что ж, я предлагаю сделать небольшую паузу в нашей беседе. Мы понимаем то, что в Самаре провести свое время, свои каникулы действительно возможно. Очень много сейчас для этого каких-то и площадок, и мероприятий проводятся, множество фестивалей. Опять же, это лагери, это какие-то сборы, слеты. А где же, собственно говоря, приятно жителям нашего города провести свое лето? В какой же город собираются они уехать? Возможно ли провести где-нибудь интереснее еще, чем в Самаре? Давайте посмотрим этот сюжет. Ну, в Крым, наверное, надо сейчас всем ехать, в Крым. Потому что, понимаете, значит, такая обстановка, все, Крым, курорт, самый первый такой. Поэтому пусть едут все в Крым. В Севастополь теперь все едут, смотреть, что там, как, красота, это к морю. Теперь, в принципе, за границу не обязательно ехать. Можно в Севастополь поехать. Желающие могут к морю поехать, на Черноморское побережье могут посетить, Сочи, Анапа, Крым, как сейчас популярно говорить. Ну, а для экскурсий очень может подойти и Санкт-Петербург, Нижний Новгород. Город Петрозаводск, который по пути следования маршрута, который идет до Соловков. Очень прекрасный город Петрозаводск. Мне он очень понравился. Там Петр, ну, большое производство зародил в свое время. Красивая набережная. Не знаю, мне очень понравился. Я думаю, что Ялта. Я не был ни разу в Крыму. И хотел бы посетить Крым, Ялту, Симферополь. Вообще посмотреть достопримечательность этого края. Лазаревская, вот тоже я там отдыхала. В Лермонтово, вот, прям прекрасно. Море рядом, недалеко. В Крым. Потому что это наша земля. Только Крым. Только Крым. Ласточки на гнездо. Куда еще можно ехать? Нет лучше этого края. Что ж, универсальный формат вновь с вами. Как всегда, мы разыгрываем какие-нибудь интересные подарки для вас. На сегодня это билеты на спектакль «Запах легкого загара», который состоится в Самарской площади 26 июня. То бишь, уже сегодня вечером, если не знает, чем заняться, то давайте быстрее звоните и отвечайте на наш вопрос. Вопрос летний, собственно говоря. Лето, радуемся мы ему. Каждый день, каждый миг хотим уловить побольше лучей солнца. И вот как раз вопрос мой такой. По преданию, папоротник цветет именно в эту летнюю ночь. Что же это за летняя ночь? 202-11-22. Звоните, ответите верно, получите прекрасный, билетный прекрасный спектакль с таким летним названием «Запах легкого загара». Как звучит, согласитесь? Мне кажется, такая постановка с таким названием не может быть неинтересной. Быстрее, быстрее. 202-11-22. Что ж, ну я напоминаю, у нас сегодня спортивный центр «Олимпа» в эфире. И хочется, мы уже рассказали за то, что действительно прошли первая смена, первый заезд. Прошла, я так понимаю, интересно, по фотографиям мы могли наблюдать. Вторая смена сейчас уже стартовала? Она уже заканчивается. Уже заканчивается. Когда заканчивается? 30-го. 30-го. То есть вот-вот-вот, хорошо. Когда стартует третий, собственно говоря, как попасть? Третья смена у нас стартует 3-го июля. Попасть в наш лагерь можно по направлениям, по заявкам от спортивных учреждений, спортивных организаций городского округа Самара. Эти заявки подаются к нам до 1 мая текущего года. И, соответственно, в течение мая мы утверждаем все эти заявки в департаменте физкультуры и спорта города. И с 1 июня уже определяем, кто в какие смены едет, какие секции, какие спортивные школы к нам приезжают, в какую смену. А сейчас есть возможность, к примеру, как-то, если вдруг... Ну, на сегодняшний момент уже определены все 5 смен. Хорошо. 5 целых. Расскажите поподробнее, что же ожидает в каждой смене. Сейчас, пока у нас есть занок от нашего телезрителя, как вас зовут? Марина. Марина, очень приятно. Марина, скажите, пожалуйста, есть ли у вас детки? Такой вопрос. Нет детей? Хорошо. Быть может, племянники, внуки? Маленький совсем маленький. Племянник совсем маленький. То есть не отдаете пока его на спорт и не занимается пока спортом? Нет. Ну, а каким бы спортом бы хотела, чтобы занялись? Может, ваши будущие дети когда-нибудь в дальнейшем будут же? Ну, с какими-нибудь командами, футболом или хоккеем. Каким-нибудь командами. Слушайте, ну это здорово, потому что действительно воспитывается, наверное, какой-то такой командный дух и ответственность за ближнего человека. Что ж, давайте не буду вас пытать больше вопросами. Попытаю единственным, за который получите билет на спектакль «Запах легкого загара». По преданию, папоротник цветет именно в эту летнюю ночь. Какая же эта ночь? Ночь на Ивану Купала. Ночь Иван Купала. А с какого на какое? На 7 июля Иван Купал. 7 июля Иван Купал. Ну да, 6 на 7 цветет якобы папоротник. Я вас поздравляю. Два билета на спектакль «Запах легкого загара» достаются именно вам. Ну, а вам хочу пожелать, занимайтесь спортом. Ну и, конечно же, когда родятся дети, я думаю, тоже как-нибудь куда-нибудь их определить на какой-нибудь командный, прекрасный вид спорта, где он будет рад и счастлив. Что ж, вторая смена заканчивается. Я так понимаю, что третья, с 3 июля стартует. Там будут какие виды спорта? Либо опять так же все в перемешечку? Да, конечно, у нас в перемешечку получается. Это будет греко-римская борьба, это будет бокс, это будет также дзюдо, потому что во многих спортивных школах занимаются ребята дзюдо. Вот, это будет футбол, ну и другие виды спорта. По поводу дзюдо, кстати, хочу спросить. Ну, Коля, у нас сегодня здесь такой человек, но не могу не спросить. Все-таки, дзюдо, кому советуете заниматься? Вообще, есть ли какие-нибудь у вас, когда приходит к вам человек, ребенок, есть ли какие-нибудь такие вот сразу у вас взгляд, что этот вот сможет стать там каким-нибудь выдающимся спортсменом? Здесь нет? Какие-то критерии? Либо такого нет? Да, я думаю, что нет. То есть, к примеру, художественная гимнастика, там понятно, там надо быть стройным, там надо быть такой длинноногой. Да нет, дзюдо сложно сказать. Будет он бороться, не будет бороться непосредственно. А так мы берем всех. А какой возраст у вас занимается? Ну, непосредственно у меня занимается с пяти лет до... Самый старший человек, у меня 25 лет. Слушайте, пять лет, возможно, да, уже? Ну да, ну там не планы, мы же не чисто дзюдо даем, не броски там, не приемы. Просто какая-то такая спортивная подготовка. Как бы подготовка просто. Ну, это ОФП, общая физическая подготовка идет, конечно. Акробатика. И прививаете любовь просто к дзюдо. На будущее. Или как он себя проявит, да? То есть это же все равно выносливость, это же все равно терпение определенное. Это ходить нужно там два-три раза в неделю в определенное время и так дальше. Вот. Пользуясь случаем, мы приглашаем у нас набор с первого сентября. Да, он как раз хотел, опередили мой вопрос. Первого сентября набор, наш спортивный зал и наш спортивный центр по адресу 7-я просеку 139-я. Геннадий Анатольевич будет набирать и новые группы в этом году. И пополнять, я так понимаю, какие-то, возможно, чуть-чуть. Ну, как бы нет. Пополнять-то нет, потому что люди уже ушли на какой-то определенный подход. То есть с пяти лет принимаете? С пяти, я же говорю, и любого возраста. Ну, допустим, у нас даже есть, как вам, из своего жизненного примера, ко мне пришел человек, который пятьдесят лет начал заниматься. Во-первых, он полковник запаса, был военным, ну, просто заинтересовался, дзюдо пришел и впоследствии даже по ветеранам стал бороться. Пятьдесят лет начал, пришел заниматься. Поэтому, как бы... Пример для всех? Да, конечно, любого возраста. И тем более у нас, говорю, есть и по ветеранам соревнованиям дзюдо, и люди там даже за 70 кому еще до сих пор там участвуют на соревнованиях. Поэтому, как бы, приглашаем любого человека. А все-таки дзюдо – это мужской вид спорта? Ну, у нас, как бы, я считаю, борьба – это вообще мужское занятие, но в последнее время у нас заниматься этим видом спорта женщины, и, как бы, стал и женским видом спорта. А как вы к этому относитесь, если девушки приходят на дзюдо? Ну, я их тренирую, но лично сам, ну, как из своей жизни, например, у меня как-то дочь еще маленькая, когда была старшая, подходит и говорит, «Папа, я когда буду заниматься дзюдо?» Я говорю, «Никогда». Это я к своей дочке сказал. Ну, а так, конечно, я девочек тренирую, но они приходят, интересно. Главное – желание. Если есть желание, то в любом случае. Да, ну, и если взять, там, вот, как я старший тренер Самарской области, говорю, у нас намного выше успехи у женщин, чем у ребят Самарской области. Ну, по крайней мере, в последнее время. Ну, не считай, что, если, конечно, у нас Тагир Хайбулаф – это олимпийский чемпион. Но у нас вот на учебно-тренировочные сборы лето, вот, и сейчас есть девочки, да, вот, Румянцева, это 14-я спортивная школа наша, и в четвертую, в пятую смену заедет тренер у нас Сараева. У нее девочки там и европейского уровня чемпионки, и готовились они у нас в прошлом году, и она нам одним из первых позвонила и сказала, у меня девчонки заняли призовые места, а в пятую смену они были у нас. А вот в сентябре-октябре они поехали на соревнования, то есть они набрали определенную форму и поехали уже на соревнования, вот, на европейские, на мировые. В этом году вновь они заезжают, уже титулованные, вот, да. Но у нас они просто, ну, как воспитанники, то есть нет такого, что я вот победил, там, соревнования и так далее. Короны нет, опять же. Нет, наоборот, большая работоспособность и тренировки целыми днями практически, ну, за исключением времени, режимных моментов, да, там, тихий час у нас есть, у нас есть время подъема, время отбоя, вот. Но все равны все-таки у вас? Да, конечно, 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 вот, и мы об этом всегда говорим, то есть начиная от самого маленького, которого никто не должен никак там не обидеть, да, ни какое-то плохое слово ему сказать, заканчивая там самыми взрослыми, титулованными, нетитулованными, да, условия для всех равные, вот, и все должны жить дружно, мирно. Это и тренеров касается, это касается и детей, вот. У нас на передаче условия тоже равные, поэтому каждому может дозвониться по телефону 202-11-22, как сейчас и сделал наш телезритель. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Мария. Мария, очень приятно. Мария, ну, я не задавала вопрос с телезрителем, поэтому, наверное, вы со своими вопросами к нам пожаловали или, может быть, какие-то привет, поздравления передадите? Нет, у меня вопрос именно такой, мне 17 лет, возможно ли мне как-нибудь к вам не касаться? 17 лет, а куда хотите-то, собственно говоря? Какой вид спорта? Какой вид спорта? Вот, во-первых, про воду, простите, а потом уже выбрать, потому что очень много вид спорта. Ну, хотя бы, ладно, давайте распределим с вами два момента. Это какое-нибудь боевое искусство, либо все-таки, не знаю, художественный гимназик. Художественный гимназик, наверное, поздновато будет уже. Или какой-то командный вид спорта. Или какой-то командный вид спорта. Ну, мне больше нравится что-то такое для самообороны. Для самообороны. Вот такая вот Мария. Мария, я так понимаю, да? Пока неопределенная, 17-летняя, ну, вот хочется что-нибудь. Возможно ли? Конечно. Что-нибудь для самообороны. Я же вам даже пример привел, уже 50-летний, допустим, мужчина пришел, начал заниматься. То есть это дзюдо, это давайте еще раз посмотрим, какие? Мария может прийти в сентябре или прийти, или позвонить нам. Вот, у нас есть сайт, олимпвсамари.ру, там есть вся информация по поводу нашего центра, чем мы занимаемся, там есть личные номера, фотографии и достижения тренеров, которые у нас занимаются. То есть, да, тренерский состав, да? Полностью описан. Есть как раз дзюдо, это тренер, вот, Геннадий Анатольевич Парсаев, это тренер Румянцев, кстати, у нас заслуженный тренер тоже России. Есть рукопашный бой у нас, Семякин Алексей Петрович. То есть там вся эта информация есть. Прийти и записаться, переговорить с тренером, посмотреть, когда идут тренировки. Вот, у нас расписание тренировок тоже мы вывешаем на нашем сайте. Вот, вся информация есть. Можно это сделать абсолютно спокойно. И неважно, какой возраст, да? То есть до 18 лет мы берем именно в центр на занятия. Это считается вот, ну, такой нормальный возраст. Когда можно, в принципе, начать. Так что, Мария, спешите. Сентябрь не загораем. К сожалению, лето не такое длинное у нас. Поэтому, возможно, что-нибудь найдете для себя, для души. А если что-нибудь еще где-нибудь занимались, какая-нибудь спортивная подготовка есть, то вообще, наверное, милости просим. Что ж, у нас есть еще один замечательный билетный спектакль. Точнее, даже два билета вам, скажем так, и вашему другу. Спектакль называется «Пришел мужчина к женщине». Как мне нравится это название. Самарская площадь ждет вас 28 июня. Вопрос тоже, опять же, напоминаю, связан с летом. Есть, связано, точнее, даже с летней приметой. Если вокруг муравейника много муравьев, какая погода, согласно народным приметам, вас ждет? 202.11.22. Быть может, вы такой наблюдательный, быть может, вы любите отправляться на природу, в лес. И как-то следите за народными приметами, за природой, за обитателями леса. И сейчас без труда вообще ответите на наш вопрос. Мало того, что ответите, мало того, что станете участником прямого эфира, так еще и получите два билета на спектакль «Пришел мужчина к женщине». Прекрасная комедия, кстати говоря, на 28 июня. Время лета ходить только необходимым кино, театрам, поэтому не упускайте свою возможность. Бесплатные билеты вас ждут. Что ж, ну а у нас есть еще один небольшой сюжет, небольшой опрос. Зачем он так, какой самый необычный подарок делали вам вообще когда-нибудь в вашей жизни? Вот мы любим дарить подарки, мы любим давать призы нашим телезрителям. А какой же подарок получили жители нашего города, что он запомнился и на всю жизнь? Давайте посмотрим. В этом году мне очень понравился сюрприз моей подруги. Она типа опоздала, но пришла на 10 минут позже, включила музыку громкую и шарики надула. И подарок сама сделала. То есть мыло, ручной работы было. И серьги тоже ручной работы. То есть она это так классно приподнесла и все сама коробку сделала. Это было для меня сюрпризом. Я вообще не ожидала. Ну, таких оригинальных подарков не было. Быть может, сами что-нибудь оригинальное дарили? Нет. В основном мы ограничиваемся деньгами. Как подарим, так и подарим. Ну, это билет на самолет. Подарок такой. Вот. Недавно был подарен. Такой подарок. Один раз мне друзья устроили на день рождения сюрприз. То есть они как бы на дверь лепили пленку и в дверной проем засунули шарики. В общем, когда я проснулся, я открыл дверь, и на меня выслушалась куча шариков. И они еще хлопушь сорвали, и музыка. В общем, это было вообще очень здорово, очень красочно ярко. А сами оригинальные подарки любите дарить? Нет, у меня не такая хорошая фантазия для этого. В общем, мои друзья, вот они все с хорошим воображением. Приятильненькая. Знаете, даже не вспомню. Мне уже старенькая, как бы, это тяжело вспомнить. Но креативненькой редко вообще дарят. У меня друзья все такие, некреативные, поэтому нет. А какой самый традиционный подарок? Самый традиционный? Деньги. Самый традиционный подарок – это деньги. А тем временем к нам дозвонился телезритель. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, мне зовут Елена. Елена. У меня вот какой вопрос. Я услышала, что с сентября начинается набор в секцию дзюдо. Моему ребенку 8 лет. Он давно как бы очень хочет заниматься этим видом борьбы, но пока вот не решались, и считает, что маленький. Но вот сейчас услышали, хотелось бы только узнать, сколько стоят эти занятия вообще, платные они для родителей, а во сколько это вылезет, а вы можете иметь примерно сумму. Бесплатные занятия. Хорошо, спасибо большое, Елена. Бесплатные занятия. Вот, пожалуйста. У нас финансирование осуществляется городом. А вот все, что необходимо, город финансирует. Администрация городского округа Самара, департамент физической культуры и спорта. Вот, поэтому занятия бесплатные. Уважаемая Елена, я думаю, вы наш ответ услышали на ваш вопрос, поэтому милости просим. 8 лет, ребенок, самое начало жизненного пути, поэтому, я думаю, возможно, и появится у нас еще одна наша спортивная самарская звезда в лице вашего ребенка. Кто же знает, да? Возможно такое? Что ж, у нас есть вопрос для телезрителей. Давайте посмотрим, он появится сейчас у вас на ваших экранах. Звоните, ну а я тем временем хочу задать вопрос вам про достижения. Опять же, говорим про спортивных звезд. Какие самые яркие достижения вашего центра? Вот, как таковые достижения, понимаете, всегда мы, вот, работа наша идет так, что достигаются они воспитанниками, наверное, других учреждений. После наших учебно-тренировочных сборов, да, после нашего летнего отдыха. Вот. Наши достижения были, мне вот интересно было, что ребята, занимавшиеся год у нас, да, у Геннадия Анатольевича, ездили на городские соревнования и завоевали там командный кубок. Правда, пока второго места. То есть мы не ставим целью каких-то спортивных достижений вот конкретно, да. То есть мы ставим себе целью организация работы. Угу. Организация досуга, организация работы спортивных секций, да. И многие моменты связаны вообще с тем, что ребенок занимается. Он физически становится крепким, да, он становится мужественным. То есть главный ваш результат – это здоровье и любовь ребенка к спорту. Прежде чем здоровье. Но результаты есть. Вот если говорить конкретно по поводу дзюдо, то ребята постоянно ездят на соревнования. Вот. Как бы и на уровне России борются, и по Волжи. В общем, гордости есть. Конечно. Есть. У нас есть вопрос. Ходят сборные области, и по Волжи, и есть ребята, которые ходят в сборную России. У нас есть телезритель, который хочет ответить на наш вопрос. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Любовь. Любовь. Прекрасно. Давайте рассказывайте, есть ли вокруг муравейника. Вот я считаю, что есть ли муравьи, ползает ли недалеко от муравейника. То это к дождю. Это к дождю. Я, к сожалению, с вами не согласна. Нет, это не к дождю. Не выигрывайте вы билет, к сожалению. Поэтому остается пока у нас, надеемся, когда им да его и разыграем. Что ж, у нас остается мало времени до конца эфира. Мне остается только вас поблагодарить, что были сегодня. И желаю вам, конечно же, хороших воспитанников, которые будут любить спорт, которые будут здоровыми. Потому что, если для вас это главная цель, то этого я вам и желаю. Договорились? Спасибо большое. Спасибо большое. Что ж, ну а вам, дорогие друзья, вам, дорогие телезрители, я советую, пусть ваши дети занимаются спортом. Вы занимайтесь спортом, потому что движение – это жизнь, как нам известно. Всего вам хорошего, приятных и активных вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова